Клыки диких зверей, вытесаны небольшие камешки, кусочки янтаря. Чтобы добыть некоторые из этих украшений, мужчинам приходилось рисковать жизнью. Ведь женщины той эпохи уже хотели быть красивыми. Люди, которые жили в каменном веке, главное назначение костюма было защитить от холода, от дождя, от мошкары, которая окружала. И поэтому они, конечно, о чистоте своих одежды не сильно заботились. Но вот нашитые какие-то украшения из камня, из янтаря иногда очень редко, значит, они имели смысл. Смысл – вот что объединяет украшения через века. Образы из животного мира оберегали древних жителей, давали им защиту от злых сил и приносили удачу. Так утки считались символом плодородия, кони и олени – благосостояние, а лунницы – женского здоровья. Подтверждение этой теории археологи не один десяток лет находят во время раскопок памятников и поселений. И свои находки за последние сто лет специалисты наконец представили горожанам. Помогла реализовать творческую задумку компания «Северсталь». «Северсталь» продолжает поддерживать программу, грантовую программу Музея Русского Севера. И сегодня мы как раз присутствуем на открытии выставки, которая победила в рамках этого гранта. Удивительный факт, и я очень благодарна Череповецкому музейному объединению за то, что они взялись за проект, который представляет нам искусство в другом виде. В финно-угорске, болтославянске, скандинавские вещи, маленькие венчики, кольца, застежки, пряжки, амулеты могут рассказать немало о том, как жили их обладатели в разные века. Выставка «Легардис», что означает по всем правилам искусства, призвана показать, как менялось мастерство ремесленников и вкусы модниц. «Торговля позволяла ввести огромное количество цветных металлов, украшений с Прикамья, с Урала, вот с тех мест, естественно. И, наконец, наши женщины начали украшать себя по-настоящему». Еще одно название выставки – колесо моды, ведь мы часто слышим фразу «все новое – это хорошо забытое старое». Вот и художник Евгения Арсеньева вдохновилась археологическими коллекциями и по их мотивам решила создать модные керамические украшения, которые могут носить современные модницы. «Мне нравится фактура вот этих вот украшений, которые много лет уже пролежали в земле. Они покрылись какой-то патиной, да, какие-то трещинки на них. И поэтому вот очень многие мои изделия, они вот как бы повторяют, вот где-то, ну так хотелось как-то повторить немного вот эту фактуру. То есть я для некоторых украшений использовала так называемый восстановительный обжиг». Во время работы выставки череповчане смогут и сами прикоснуться к этому искусству. В художественном музее будут проходить мастер-классы по изготовлению украшений.